Глава третья книга Есфирь После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, Вугиянина, и вознес его и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мордахей не кланялся, не падал ниц. И говорили служащие при царе, который у царских ворот, Мордахею, зачем ты приступаешь повеление царское? И, как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мордахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мордахей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руки на одного Мордахея. Но так как сказали ему, из какого народа Мордахей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мордахеев. В первый месяц, который есть месяц Ниссан, в двенадцатый год царя Артаксеркса бросали пур, то есть жребий, перед лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на двенадцатый месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу, «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. Законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую. Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману, «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ними, как тебе угодно». И призваны были песцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским, и к начальствующим над каждой областью, и к князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Арта Ксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро, с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Субтитры создавал DimaTorzok